хей приветствую вас ребят снова на канале и мы продолжаем быстрое прохождение dark souls 3 и отправляемся сразу в нарисованный мир но это же не конечно не нарисованный мир но я вот так называем так не больше нравится вот эта серия тоже буду будет довольно короткая потому что именно каждую дел все буду выкладывать как отдельная серия вот здесь есть что интересное подобрать что вам пригодится для пвп боев но сам по себе само по себе это делать и довольно коротенькая так что наделали надеюсь вам зайдет ребят особенно в ну в принципе если что-то пойдет не так то это может серии даже и затянуться потому что конечный босс или финальный босс этой локации фрида она конечно может дать жару вот так что все может быть может быть визать это серия затянется еще дольше чем обычно ну хотя спойлер нет низа не будет так этих всех скипаем этого волка тоже скипаем да нифига себе ты конечно тут не приложил потому что мы с ним еще поддеремся уже форме босса так что пока его скипнем до него доберемся еще так этих железных больших дядь тоже будем скипать их можно и парировать и бэки ими закидывать то есть и они довольно несложно парировать потому что у них атаки такие затяжные что блин вы успеете и задницу почесать есть парировать еще так что я в конце покажу что их можно действительно парировать и они не довольно ну легко парируется вот но сейчас чисто нет времени на это хочу быстренько добежать все сделать вот но его оружие мы поднимем конечно сейчас это уже и будет и оружие и щит потому что это это в принципе интересно на таком уровне в маленькой ну на таком маленьком уровне если вы будете тем более хостить там до тридцатом сороком уровне это в принципе довольно льготная и крутое оружие вот его еще и можно закалять так что ребят хорошая хорошая вещичка фановая главное что это фановая потому что все-таки мы будем делать имба фановый билд вот так тут кажется душа она неинтересно было нам вот что можно взять этот пепел что потом можно было шмотки их купить обменять кстати на будет еще не забыть к служанке вернуться я дать пепел сера крыса то что нам нужно будет покупать болты им бищу наши так топор мы подняли осталось всего лишь поднять щит щит вам часто пригодится на в боях когда вам придется хилиться вот так что так дяденька мы так обижим тебя по быстренькому да а слушайте знаете что ящик можно здесь забежать за угол я что-то как-то совсем про эти самоцветы забываем вот можно здесь поднять самоцвет от освещенный вот если его закалить оружие там какое-то то он будет восстанавливать понемногу вашу вашей жизни но советую все-таки закаливать именно вот таким вот самоцветом восстанавливающиеся каким-то там не знаю какой-то щит либо цестусы вот потому что оружие все-таки вы будете пользоваться скорее всего на таком уровне ну во первых вы будете закаливать на грубость это раз оружие потому что это самый высокий урон получится тогда на такой маленьком уровне а второе то что вы скорее всего будете пользоваться смазками вот а смазки здесь а именно не будут работать если у вас оружие закалено там на какой-то там не знаю освещенный самоцвет или еще какой-то вот так что именно лучи щиты это так стоит стоять чуть не прибежал нам просто скоро возвращаться сюда так отлично зажгем и побежали сейчас уже будет первый босс такой мини босс даже хотя на таком уровне у может конечно проблемы составить но если все делать правильно и зря не рисковать то в принципе его можно просто заспамить вот так сейчас нужно поднять сюда к одной тёлки поболтать с ней она вам кстати даст колечко колечко принципе даже не стоит внимание потому что все-таки от обморожения пользоваться лучше именно мухом потому что этот кольцо не очень-то хорошо работает тем более будет лишний слот вам занимать а если у вас будет маленький уровень вам будет более выгодно какой-то поставить другое кольцо нежели это то что даст об обещавом но чисто так для для этого для коллекции сойдет для коллекции сойдет давай голожопый мой беги беги так ну и что попасть до босса нам нужно долбануть по этому мосту тюрюн 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 так сейчас немножко нам придется по корням побегать вот единственное что ребят можно легко слететь с них тем более там еще два снайпера по вам будет стрелять так что аккуратнее тут можно и действительно отлететь упасть нечаянно потому что здесь так тупо сделаны эти корни что мнение не вот так по быстренькому все это сделаем вот уже начинает обкидывать нас так иди сюда так эти всех я буду скипать потому что это все неинтересно да нет 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 советую здесь надеть именно кольцо кошки потому что если вы даже отсюда свалитесь то хотя бы да 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 и поле это как это мне так зацепило блин так стоять куда мне так суда что-то этот немножко потерялся в пространстве это чё тут блин короче я не знаю чё с этим мобами они просто зависли там вообще один воздухе торчит что блин ну да алё не 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 чуваки так мы можем бежать на босса а единственное знаете что я на восстановлю хп телепортную сюда же чтобы так просто здесь иногда этот босс может так удивить что просто жуть и сажать все ваши хилки в прямом и переносном смысле вот и здесь босс это большая собака а у меня тут особая любовь к этим блин мохнатым в этой игре вот я кстати поменял взялся с топор мне сейчас он пригодится на вторую фазу вот ребят босс вообще ни разу не сложный он капец какой нудный вот это точно можно про него сказать вот потом расскажу почему так пробегаем первую очередь сюда вот часа говорится здесь три этих вот таксы волосатых и советую я к ним подходить самим и лупить потому что если вы подождете пока да блин если просто вы подождете пока сейчас мне еще сожжут в твари короче пока придет икны тут этот вот хозяин повелитель брина и с ними реально проблема может быть слушай ну какая рука короткая но да сдохнушь уже короче надо пробежать избавиться от этой псины где-то в воду вот же скакун сраны вау как ты мне красиво по жопе дал ой блин ну начинал началось в колхозе утро блин да я убью тебе уже один раз это просто жуть какая-то так короче с этого бомжа надо оттянуть вот сюда вот в этом где-то вот здесь а вот где этот монумент да вот с этой стороны монумент вот здесь где-то мочить его потому что когда начнется вторая фаза нам нужно будет как можно больше ему урона нанести вот и как его провоцируют на одну очень изичную атаку так мы это нет а так я сейчас вот так он сейчас делает либо выпад но чаще всего он делает атаку сверху отбегайте да достаточно далеко дабы красиво ты ум не 1 xp остался уже эти знают на все твихиры каменны тебя потрачу кочего надо спорировать потому что он что-то Что-то тупит у меня Ой, блин, что с моими таймингами На тебе спокойной ночи Короче, отбегайте вот как можно дальше И он сейчас будет бежать И можно в этот момент просто ему бэки насовывать Он делает всегда одно и то же Всегда одни и те же атаки Вот, либо выпад, либо атаку сверху Но что-то как-то он мне зачастил с этими выпадами Да слушай, ты достал уже Делай уже атаку сверху Вам, короче, скорее всего 90% будет так Что он действительно будет атаку сверху делать Это у меня тут что-то он тупень протупил совсем Блин, ну, слушай, ну какой же ты говнюк, блин Вот, но советую я его не парировать именно, да А вот именно оббегать Потому что, да, если даже он выпад сделает Вы, в принципе, можете заблокировать этот урон, да А если он будет вот так вот прыгать Вы уже не успеете забежать в бэк ему сделать Так, вот сейчас начнется вторая фаза И советую я ему еще бэк прописать Вот, и пока псина идет Просто ему насувать еще Вот прибежала его на атакса И теперь начинаются хороводы Вокруг, блин, этих колонн Это реально такое бесучее место Ну, вам нужно избавиться специально Хотя бы от одного То есть, а потом уже псину мочить Потому что их двоих уже тут валить Это реально будет жопа Так Надо ждать, пока он посох возьмет себе в руки Тогда проще всего Воу, воу Твою же мать Видите, тут псина Да, к сожалению, без этих хороводов Вам не обойдется, потому что Потому что вам нужно избавиться Сначала от одного хотя бы Так, где ты тут? Тут же бегать домой Так, нет-нет-нет-нет Ну, еще один удар остался Это отлично, в принципе Причем вы там вместе ходите, блин? О, пожжи его Он намного меси с ней меня Я все какой-то костлялый совсем Все Все Эу, ты чего, блин? Я застрял здесь Короче, я сейчас буду брать Скорее всего топор Потому что рука совсем коротенькая так все забавку так ну вот сейчас в принципе начинается вторая фаза вау как ты мне красиво прописал вот он несложный потому что он бьет делай всегда две атаки какие-то псина на мосту ну нет не псина это глиста который было вот один раз и второй раз делает единственное ребят не советую я здесь использовать щит потому что он щит во всяком случае вам сразу его выбить единственное что могу вас обрадовать это то что вторая фаза да у него она легче вот первая этой он немножко пассивнее находится я думал уже зарану прыгнул вот сейчас начинается вторая фаза вот советую ему по нас побить побольше урона и вот сейчас он будет постоянно прыгать и свое дыхание делать сейчас можно ему репостик прописать ну и все и труп труп басецки оооо Saudi夫妻 от realistically тихому что я помер блина я реально думал что я сдох ну да ну вот весь босс босс реально нудный ребят и я надеюсь что вы не сильно застрянете на нем потому что блин ну это капец это собака это вот главный диме надо дойти до этой второй фазы тогда там уже несложно и сохраните как можно можно больше хилок потому что если вы сделаете так как я и все хилки отдадите на первую фазу ну реально босс может вас просто загрызть вот а так ничего вообще сложного так что я не знаю кому он составит эту проблему этот босс так ладно я телепортируюсь тогда в храм огня закуплюсь еще с этими они у меня все хватает они туда мы по спидраним дальше что-то я туплю таки отправляемся нет не сюда вот сюда погнали дальше хей приветствую вас ребят на канале и я короче решил устроить себе небольшой перерывчик и в этот момент произошел небольшой trouble у меня пропала небольшой отрезок видео где мы я про спидраниваю вторую часть небольшую вот этой локации вот но там ничего интересного такого нету так что единственное что я в конце скорее всего выложу видео где как убить этого рицаря вот который вот охраняет ключик вот потому что на таком уровне маленьком он довольно жесткий вот это и обязательно выложили ребят а так принципе ничего мы не пропустили вот басецкий здесь кстати знак вот вам можете призвать помощника себе единственное что советую все-таки сделать так как я делаю то есть сначала выходить этот dlc нарисованный мир а потом уже следующий делать и потому что если вы сделаете иначе то этого знака к сожалению не будет и вам придется драться с фридой на мужика а вторая была вторая фаза очень интересная так что ладно хватит балаболить и пошли босса валить хотя вот она такая миленькая вся лапулька до милашечка но сейчас она вам даст жару так мой бич подай мне бич там кстати одна бич есть может ее оставить себе так единственное что я поставлю здесь во-первых смазочку отравленную нам пригодится на вторую фазе а покажу где и и поменяя колечко на репост вот потому что мы будем мочить ее репостами вот да батя а дай суп нам дай мне тоже похлебать немножко псыкуя тощи не он против хочу да ребят заваривайте себе чаек кофеек что кому повкуснее и приятного вам просмотра так что хочу сказать по поводу этого босса то что вам что ты сказал что это самый сложный босс в этой игре ла-ла-ла 3 рубля все это не так ребят все это фигня и босс сложный ну не на не самый сложный конечно сложнее синдера точного не будет вот особенно я вам обязательно покажу всякие такие классные фишки которые вам позволит этого босса ну не с первого так со второго третьего раза то точно выйдем выиграть так что не падьтесь и приятного вам просмотра ребят так ну привет босоножка ты наша красавица ой ребят по нашу душу пришли по нашу душу какая же ты красавица то даже так ну давай посмотрим если тебе здоровенько то хватит так ну вот босс начинается берем как обычно среднюю дистанцию и байтим в принципе только на 3 ее атаки когда она вот такую грозную позу становится делает либо она делает вот эту атаку который не советую попадаться потому что это ваншот скорее всего на таком уровне либо вот вот именно эту атаку сверху который вам позволит забегать забежать сзади и поджопник едать поджопник и два удара еще сверху больше двух ударов принципе не советую я потому что она иначе просто переспамит вас так здесь выходит когда она в инвиз уходит если идет столб пыли в бок да значит напротив против положенный бок уходит если столб идет вверх значит она где-то сзади приземлиться и в принципе это все что нужно знать о первой фазе вот столб вверх значит где-то она здесь сзади вот где она вот иногда просто она спаунится возле стен так вот она здесь опять вот здесь где вы не сможете нормально бэки записать просто удать и один раз и и в принципе все она тогда сбьет атаку и и кстати можно конечно же как в лучших традициях воу лучших традициях игры можно конечно же ее пэрить сейчас вам покажу так вот она сюда забежала знаете по щам вам сейчас покажу обязательно так иди сюда стоп так единственное ребят из-за простоя немножко тайминг у меня просверился так что извиняйте ну ребят ну серьезно ну нафига эти все пэри все эти усложнять все эти репосты усложнять вам этот босс файт она очень хорошо убивается поджопниками так что забейте просто забейте не нужно вам это тем более на таком маленьком уровне нафига лучше вот так обижать поджопник и две оплюхи так ну это все в принципе что можно сказать по этому боссу так что ладно я уже помолчу тут уже добавить нечего ну давай красавица будем прощаться с тобой ну ненадолго конечно да единственное что хотел сказать когда она заряжает свою атаку да немножко не конечно не сильно не тупите да она довольно долго заряжает свою пушку да но если она зарядит и попадет по вам то это скорее всего будет ваншот так что в принципе прям так на расслабонит они не обигаете и быстренько за брит не получилось его забежать ай-яй-яй-яй-яй-яй ну на тебе ба так а вот начинается вторая фаза и здесь уже намного интереснее ребят потому что во первых если вы решили на мужика с ней драться без помощника который будет ее постоянно отвлекать и вы сможете в эту батьку лупить то вам скажу одно здесь эта сучка да так скажем она будет постоянно крысить она где-то сзади будет постоянно него бегать и постоянно крысить сзади вот и здесь вам пригодится как раз смазочка который вам позволит отравить этого батьку и и просто позволит сделать так чтобы он сам себя сожрал батя не дури не дури батя поставь ковш назад вот ну если вы взяли помощника то забейте и просто пока он отвлекает фриду можете просто его завалить этого батьку так что ничего сложного вот ну что погнали ой какой ты ксина же ты жест так ну что бафаемся и и он очень легко травится три удара и он уже отравился так что так раз два три и и четыре он всегда так делает блин не получилось мне подбежать отравить его потому что это сучка успела под насрать мне так ладно раз два три так отравили и можем уже брать пушку вот это атака очень классная когда он придется блюется под все это вот можно в этот момент очень хорошо ему по наставить но в этот момент просто это это леди так и 4 принципе здесь нужно научиться просто считать до четырех и все и ничего сложного так ладно хилю будет здесь без помощника ребят этот бус файт может немножко затянуться потому что к сожалению это еще сучка так скажем да она еще его и хилит так что ой 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 я думал что она будет что он будет что он будет плеваться поспешил немножко вот сейчас он будет плеваться отлично и она где-то в жопе находится можно в этот момент ему понаслувать хорошо отлично сейчас сейчас примерно она где-то уже начнет хилить она всегда хилит когда она пропадает в инвиз тогда она в принципе хилит так 1 2 3 4 так вот она пропала кстати и вот она хилит ух ты что там блин в жопе где-то происходил так стать она моя отравка уже закончилась так что под забаваемся заново ух ты тварь так отлично так 1 2 3 да здесь выходит ребят к сожалению вот эта фаза если честно действительно самая сложная это кстати он смущ так не нет когда он три раза бьет ковшом тогда он ваншот делай ладно так так хиллюсь на всякий случай так хиллюсь на всякий случай отлично во-первых во-первых она его хилит а во-вторых он плевался так что был у нас момент когда можно подойти опять она как он это делает блин а я в жопе мира нахожусь ладно бежим ладно бежим здесь главное не торопиться и не жадничать просто потихонечку вот здесь рядом я видел эту сучку чувствуем чувствовала моя задница что где-то она рядом просто научиться считать раз-два ой блин чуть не попался его кстати если достаточно хорошо поспамить он в репост заходит так что вот это кстати ваншот на любом уровне так что аккуратно ребят не попадитесь на этот удар 3 так ну все так это сучка хилит его блин как ты тварь блин а так отлично бежим так ну ему остался один пигдешь только я не знаю на те ну вот и все если вы прошли вторую фазу то в принципе босс уже пройден потому что третья фаза она очень 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 похожа на первую вот единственное что она здесь немножко резче немножко как понос резче ну в принципе запомните вот эту одну атаку которые я вам говорил в начале и все время в принципе ей бекки прессовывать потому что все остальное она делает все то же самое единственное что музыка такая более пафосная стала да это больше всяких эффектов стало но от этого она сложнее не стала вот только она вот иногда вот эти атаки делала вот она пропала значит где то здесь в инвиз она ушла так блин не успел я зарядить ей потому что она пропала так кстати когда она так делает можно тоже ей забежать бэк так так эти можно просто уходить так и просто ждем вот эту атаку и делаем бэк бэк и два раза можно в принципе забегать под каждый вон и этот баф но это довольно опасно и все таки именно делать именно ну подходить к ней тогда когда она делает именно либо вот эту атаку чтобы можно было ей бэк просунуть либо ту атаку которая сверху она делает безопасную атаку и 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 с левой стороны отбегать не сливая справа извините с правой стороны отбегать и прописывать ей бэк потому что если в первой первой фазе нужно именно с левой вне сливой стороны здесь нужно с правой тогда ключи с другой стороны ребят все все красиво да молодец вот это вот атака конечно когда она скользит это такая дурацкая волк просто и зацепила меня проще всего конечно вот эти атаки потому что можно леет тогда быстренько забежать но если вам вам не получается так за именно быстро бегать да то тогда просто просто тогда ждите эту атаку который будет делаете на сверху для этого нужно просто отойти на дистанцию среднюю вот на такую примерно дистанцию нет это не та атака ну и так хорошо пойдет так отлично так столб вверх значит это здесь это главное вы не потеряете ее потому что если она забавится то она довольно довольно жестко может ударить так что аккуратнее это отходим сюда влево либо вправо пофиг какую сторону это принципе неважно так ну давай делай эту дурацкую атаку вот отлично можно просто ее байтить именно вот на этот удар то что она его тоже делает так что не не так я чтоб кольцов просто заработала больше дамага проходила ну давай уже не хочет она ну и все в принципе остался и один бег можно и такой все досвидос спасибо за бой ну вот и весь бой ребят главная вторая фаза ребят если вторую фазу справились то забейте то вы и пройдете спокойно этого босса вот здесь два костра один зажигаем просто а второй вот можно зажечь чтобы уйти в dlc вот так что в принципе на этом буду я заканчивать вот единственное что сейчас вставлю вставочку который я вам обещал по поводу того рицаря так что всем спасибо ребят за просмотр не забывайте подписываться ставить лайки и пока пока ребят так ну вот это место которое я вам обещал показать вот не обращайте внимание что этот другой персонаж я просто это мой основной капец аккаунт так что тут в принципе не важно какой у вас суринку тут даже и на первом уровне с ним очень легко справиться так что что мы делаем круче выводим его просто из этого замка вот выводите его не не надо было блок конечно дает вот выводим его замка ну да ладно серьезно блин вот и все и короче можете его просто лупить вообще память бесконечно можете даже его так подпереть и он ничего вам не сделает он будет постоянно пытаться вернуться и в принципе игру тут неважно уже какой у вас уровень просто можете просто спамить единственное что не позвольте ему по встать на эту лестницу потому что если он дойдет до этой лестнице он опять похилится моим во первых а второе то что придется опять его выманивать с этого с этой церкви чтобы так опрос память ну вот это единственное что я хотел показать так что так что все ребят спасибо за просмотр также зачем я открыл дверь и неважно вот ну все еще раз пока пока всем не забывайте себя подписываться и ставить лайки а можете дизлайк чё хотите что и кстати пока ребят это